Ну что, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий. Приближается к концу 2022 год. Год, откровенно говоря, ужасный. По-другому его просто не назовешь. Куча трагедий, куча мрачных новостей, как в футбольной жизни, так и внефутбольной. На политике останавливаться не буду. Я стараюсь в последнее время табуировать эту тему максимально и на стримах, и в роликах. Поэтому здесь, ну, вы все сами все знаете. Здесь высказываться на тему происходящего, наверное, не буду. Просто понадеюсь, что следующий год будет лучше. Вот это, знаете, очень характерная черта современной эпохи, что мы уже несколько лет просто надеемся, что следующий год будет лучше. Хотя бы не таким дерьмовым, как предыдущий. И каждый раз становится все хуже и хуже. Поэтому здесь давайте будем все-таки надеяться на лучшее, потому что новогодние праздники – это тот момент, когда мы собираемся с нашими семьями, с нашими друзьями, близкими, родственниками. И в этот момент, наверное, нужно думать о чем-то хорошем. Даже в наши вот эти мрачные времена. Хочется думать о хорошем, хочется представлять, что следующий год будет ярче, что он будет добрее, что он будет светлее. И давайте все-таки с этими мыслями будем встречать эту новогоднюю ночь. Будем поднимать бокалы с шампанским или чем-нибудь покрепче, с каким-нибудь шотландским чаем 40-градусным. Будем вспоминать те редкие, но все-таки светлые моменты, которые были в этом году. У кого-то родились дети, кто-то вышел замуж или женился. У кого-то, я не знаю, любимая команда стала чемпионом. Нам тоже определенный позитив. И будем вспоминать именно хорошее, потому что его было немного. Вспоминая дерьмо, которое случилось в этом году, ну, мы, наверное, всю новогоднюю ночь будем проводить в тяжелых мыслях, потому что дерьма было много. Давайте вспомним что-то хорошее. Давайте подумаем о том, что мы многое потеряли, но все-таки что-то и осталось с нами. Родственники, которые по-прежнему с нами, друзья, которые по-прежнему с нами. Все это, на самом деле, большое богатство, которое у нас есть. И это нужно ценить. Потому что ушедшие, погибшие люди, скончавшиеся от вирусов разных, как у меня родственники, люди, которые погибли в силу определенных обстоятельств, вам известных, это трагедия, и это то, что уже к нам, к сожалению, не вернется. И поэтому мы, наверное, должны сейчас подумать о тех, кто по-прежнему рядом с нами. Как бы печально и мрачно это ни звучало. Цените то, что у нас по-прежнему есть, потому что в наши времена, кто знает, может быть, и это тоже скоро пропадет, к сожалению. Такие вот годы нам выпали, ребят. Дай бог, мы через них пройдем. Хочется пожелать всем вам здоровья, учитывая все прошлые обстоятельства и то, сколько нам пришлось испытать, сколько нам пришлось вытерпеть, сколько нам пришлось потерять из-за болезней различных. Хотелось бы пожелать вам мирного неба над головой. В наше время это тоже теперь очень актуальный вопрос. И хотелось бы пожелать вам простого человеческого счастья в это тяжелое время. Счастья у нас очень мало сейчас, очень много негатива. Поэтому, как я сказал, нужно ловить редкие секунды, моменты вот этого самого редкого чувства счастья, когда вам кажется, что все не так уж и плохо, а может быть, даже все хорошо. Счастье – это то, что бывает очень редко. Это сиюминутное какое-то неуловимое мгновение, и его нужно оставить в своем сердце, потому что этих мгновений очень мало, и с каждым годом их становится все меньше. Так что, ребят, всех вас крепко обнимаю, всех вас люблю и ценю. В новом году, дай бог, будут хорошие новости, позитивные. Дай бог, будет больше спорта и меньше всего остального. И дай бог, в следующем году мы все будем чаще улыбаться, чаще радоваться жизни, и чаще думать о чем-то хорошем, а не о чем-то плохом. Всех с наступающим 2023. Дай бог, он будет лучше, чем 2022.